Добрый день, друзья! В данном видео я покажу вам, как вязать такой узор. Называется ложная коса. Выглядит очень интересно. Это его лицевая сторона и вот так аккуратно выглядит изнаночная сторона. Для данного узора необходимо набрать количество петель кратное 17, провяжем с вами 10 рядов. Здесь на образце рапорт состоит вот 17 петель, я дополнительно набирала 5 петель в начале и в конце платочной вязкой для того, чтобы выделить ложную косу, чтобы вам было лучше видно. И в рапорт 17 петель сразу входят вот эти вот две полоски, они идут в зеркальном отображении. Давайте с вами их свяжем. Вяжется очень просто и легко. Кромочную петлю снимаем, петли вне рапорта провязываю, 5 петель, вот и теперь непосредственно узор. Провязываем 3 лицевые петли, далее 2 петли нам нужно развернуть, чтобы они у нас сложились в другую сторону и провязываем вместе, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, вот за счет того, что мы их развернули у нас красиво легла наша петелька. Далее провязываем 3 лицевых петли, делаем скрещенный накид, скрещенный накид выполняем таким образом, разворачиваем нить и вводим спицу вот так. Видите, такой скрещенный накид получился, как прибавка, вместо той петли, которую мы провязали 2 петли вместе. Теперь 1 изнаночная петля и делаем еще один скрещенный накид, провязываем 3 лицевые петли, 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку провязываем с наклоном влево и 3 лицевые петли. Это наш раппорт узора первого ряда и довязываю до конца ряда дополнительные петли. Второй ряд и все последующие четные ряды будем вязать одинаково и я один раз вам покажу, в дальнейшем пропустим. Вяжем по узору, у нас получается, что необходимо провязать 8 изнаночных петель, скрещенный накид мы также провязываем изнаночной. 1 лицевая и снова 8 изнаночных петель. Следующие все четные я не буду на видео вам показывать, потому что ничего сложного нет в обратной стороне. 3 ряд кромочную петлю сняла, провязываем 5 дополнительных петель и теперь раппорт. 2 лицевые петли, 2 петли разворачиваем, возвращаем, провязываем вместе за переднюю стенку лицевой с наклоном вправо. 3 лицевые петли, делаем скрещенный накид, 1 лицевая петля, 1 изнаночная, 1 лицевая петля, скрещенный накид, 3 лицевые петли, 1, 2, 3, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли и мои 5 дополнительных. Так мы провязали третий ряд, четвертый ряд вы вяжете самостоятельно. Пятый ряд я сняла кромочную петлю, провязала 5 дополнительных петель и теперь провязываем раппорт. 1 лицевая петля, 2 петли разворачиваем, провязываем вместе с наклоном вправо, 3 лицевые петли, скрещенный накид, 2 лицевые петли, 1 изнаночная петля, 2 лицевые петли, скрещенный накид, 2 лицевые петли, 2 вместе за заднюю стенку с наклоном влево, 1 лицевая петля и мои петли до конца ряда довязываем. Шестой ряд вяжите самостоятельно. Седьмой ряд кромочную петлю снимаем, здесь я провязываю 5 дополнительных петель и теперь раппорт узора. 2 петли разворачиваем и провязываем вместе к лицевой с наклоном вправо. Далее 3 лицевые петли, 1, 2, 3, скрещенный накид, 3 лицевые петли, 1 изнаночная петля, 3 лицевые петли, 2 петли вместе за заднюю стенку с наклоном влево. Вот так мы седьмой ряд заканчиваем. 5 петель моих дополнительных и кромочная. Восьмой ряд вяжем по узору. Девятый ряд кромочная петля, 5 дополнительных, 2, 3, 4, 5. Теперь раппорт 9 ряда составляет 8 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 изнаночная петля и 8 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 моих дополнительных. Видите, совсем не сложный узор, но выглядит потрясающе. Десятый ряд изнаночной вы привяжете самостоятельно и начинаете с первого по десятый ряд повторять. Получается вот такая вот классная ложная коса. Если вам понравилось видео, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я желаю всем вам ровных петелек и до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Дэм Ирио Б мой